Загадка. Кто, по-твоему, достанет впервые мячик из коробки на полке? Эйвен или Софи? Пиши свой вариант в комментариях, и ответ я скажу чуть позже. Приветик, я Аня, а это мои собачки Чукуа Софи и Эйвен. У меня внизу надпись. Скорее подписывайся на канал, жми красную кнопочку внизу и ставь лайк мне. А как только видео выходит на канале, мама отвечает на вопросы. Так что не опаздывай. А мы не будем долго болтать и сразу приступим к нашему эксперименту. Хотя нет, не сразу, потому что мы должны для начала передать привет Камилка Аватария. Привет тебе, Камилка! И наша видеосигна. Потому что именно она в видео дешево-дорого игрушки первая написала кодовое слово хэштег собака. Первое. И правильное кодовое слово. Поэтому, если вы хотите тоже получить от нас привет и видеосигнум, ищите в этом видео кодовое слово. Только внимательно смотрите видео, потому что кодовое слово я прямо произношу. Я говорю, кодовое слово такое-то. И вот это кодовое слово вы пишите в комментарии. Кто первее, тот и получает видеосигнум и приветик от нас из видео. А теперь начнем. Что будет, если не стричь собаку 100 дней? Будет примерно вот что. И даже больше. Потому что София не стригла уже очень давно. Просто у Эвина короткая шерсть, и ему не нужно стричься. А вот у Софиши шерсть периодически отрастает, и стричь ее нужно. У всех длинношерстных собак отрастает шерсть, и периодически ее нужно подстригать. У всех по-разному. У всех она разной длины. У всех она разного качества. У Йорков, например, шерсть как человеческие волосы. Поэтому сегодня я покажу, что стало с Софией после нескольких месяцев. Давайте посмотрим на нашу собачку. Обросшую собачку. Как вы можете увидеть, все, что можно, у Софиши отросло. И живот вот такой вот волосатый. И самое главное, это попа. Вот такая вот у Софиши обросшая, длинная, попа. Вот столько шерсти у нее на ногах. Это вообще пипец. Здесь, наверное, можно уже даже плести косички. Потому что здесь такая длина, какой, наверное, нет у меня. Вообще, это даже не похоже на собаку. Что это? Аня. Вот такие вот у Софиши здесь лапки, и вот такая вот грудь. На самом деле я сделала это, конечно же, специально, чтобы посмотреть, что получится, если столько времени не стричь длинношерстную собаку. Сейчас мы снимем с тобой шею. Очень много шерсти у Софии. Особенно отросли очень сильно уши, попа, живот и шея. Это вообще... Вот такие вот длинные-длинные волосы. Несмотря на это, по всему телу шерсть отросла не сильно. Она примерно такой же длины, как обычно. Можно, наверное, даже Софиши попробовать заплести косички на попе. Ладно, косички, конечно же, не получаются. Кстати, на тему хвостика. У Софиши практически нет хвостика, и это, конечно же, неправильно для породы. Вот ее хвостик, и это даже не хвостик, это волосы. А хвостик у нее где-то там очень-очень маленький. И это неправильно для чихуа, да, Софи? Да, неправильно, к сожалению. На лапах тоже шерсть отросла очень сильно и покрыла даже когти. Они пострижены. Но лапу мы пострижем в следующий раз. Я покажу это отдельно. Да? Софи сейчас очень похожа на папильона, между прочим. Убивительно, насколько может поменяться собака, если ее не стричь. И какая она после стрижки? Вы, скорее всего, задаетесь вопросом, зачем вообще стричь собачку. Во-первых, потому что если ее не стричь вообще, то шерсть отрастет и будет очень длинная, и будет мешать собаке везде. Во-вторых, это полезно обновлять шерсть и расчесывать собаку очень полезно, потому что кровь приливает к шерсти, волосики становятся более мягкие, шелковистые и красивые. Это абсолютно не гигиенично. Как идти ходить в туалет вот с такими вот волосами? Потому что они могут постоянно пачкаться. Конечно, до бесконечности эта шерсть расти не будет. В какой-то момент она остановится, как и волосы у людей. Ну и в итоге это просто некрасивая, нестриженная собака, обросшая. Поэтому стричь длинношерстных собак, конечно же, надо хотя бы делать гигиеническую стрижку. Про это, кстати, тоже есть видео, ссылочка там. Ох, Эйвен, как я не хочу стричься, ты не представляешь. Софи стричься, конечно же, не хочет. Она не очень любит стричься у нас. Она не везет. Эйвену пофиг. Кодовое слово, хэштег, груминг. Кстати, на моем канале Энни Мэджик снова выходит видео, дешево, дорого. Мне очень понравилось сравнивать товары, поэтому обязательно пойдите по ссылочке и посмотрите этот ролик. А завтра в три часа на канале вы увидите, как я сделаю Софи новую прическу. И еще кое-что. Отгадка на загадку, кстати. Поэтому подписывайся на каналы. Жми меня, кругляшки, и смотри еще веселые ролики. Да, и лайк поставь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok